Вы сейчас спросили меня про то, что у нас разворованы какие-то деньги на строительстве Большого театра. Я буквально вчера прочитал заметки о том, как сворованы гигантские деньги для строительства самолетов военных в Германии. Потом в эту же статью напомнили авторы о том, что такие же деньги сворованы на строительстве во Франции, их авианосцев и так далее. Я вам расскажу, сколько в Америке тратится, у нас просто формат не позволяет. Воруются миллиардами, миллиардами, миллиардами. Мы все время плюемся в самих себя, мы все время говорим, вот в России у нас воруют, вот у нас там украли, вот даже с Большого театра украли и так далее. Во всем мире существует страшное воровство, и чем богаче страна, тем больше воровства в ней существует. В Америке это самое большое воровство, в Китае чуть поменьше и так далее, и Россия, она там где-то на каком-то там месте находится. Далеко не для этого самое главное. Самое главное, что это самое воровство, оно зачастую ничуть не влияет на экономический рост страны. В Китае большой экономический рост, там все воруют, везде сплошная коррупция, стреляют в коррупционеров чисто для галочки, для пиара, на самом деле там ничего не делается без подмазывания, без взятки и так далее. И партийные бонзы, они же являются все самыми большими миллиардерами в Китае, и их дети являются самыми большими миллиардерами. И все это все знают, и все это нормально работает, поэтому у них хороший экономический рост. Просто деньги, которые кто-то кому-то на лапу дает, они остаются там же у них в стране. А у нас проблема в том, что у нас коррупционные деньги вывозятся зачастую какими-то там фирмами в Англии, во всякие Франции и так далее. И в стране не работают и не остаются. Потому что как раз боятся из-за вот этой шумихи вокруг борьбы с коррупцией, их оставляют здесь, потому что всегда пойдут, храпают и так далее. Поэтому еще раз подчеркну, все разговоры о борьбе с коррупцией, во-первых, эту коррупцию увеличивают, во-вторых, идут во вред стране.